Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет видео о покупке одновременно лошади и тем, кто не увидел новостью, связанную со Star Stable Horses. Напоминаю вам, что это приложение на телефон, в котором вы можете выращивать всех доступных вам из списка лошадей до 10 уровня и покупать за ровно такую же цену, как непосредственно в игре. В чем плюсы? У вас будет масть, которую не все могут получить, точнее не все знают, как это сделать, поэтому новички всегда больше удивляются лошадям из данного приложения. А во-вторых, за обычную цену вы получаете уже готового 10 уровневого скукуна. Я считаю, что это гигантский плюс. Итак, что же сегодня? Вчера разработчики добавили нам туда першироны, и если честно, я расстроена, потому что я все жду араба, мы ждем еще фриза, мы ждем белого марварри, а они все никак их не добавляют, нам добавляют, пожалуйста, свежеиспеченного перширона. Я считаю это нечестно, потому что я жду араба в гречку, и вроде бы разработчики писали, что неизвестно, когда его добавят вообще, и что с ним вообще делать. Я очень сильно расстроилась, потому что я очень сильно хочу араба в гречку, я в него влюбилась до безумства, и я очень сильно хочу эту лошадь. Кто-то очень сильно ждет еще одного фриза. Мои друзья в большинстве ждут белого марварри, в особенности Киролины Раустрим. Першироны я, конечно, тоже очень ждала, но, если честно, араб и марварри были как-то больше в приоритете по ожиданиям, чем вот только что вышедшие першироны. Да, вот. Ну и сегодня мы будем покупать коня из приложения. В данный момент я просто стою на фоне с перширонами для атмосферности. Да, какие же вы классные ребята, несмотря на ваши размеры, вы просто элегантны в иске. Вот, как видите, сейчас у меня вот столько иска, и одним нажатием кнопочки... Хоп! Только что я купила себе еще одного перширона, классные масти, и сейчас мы поедем его уже смотреть непосредственно в конюшне. Возможно, многие знают, что у меня такая плохая привычка чаще всего светлых лошадей называть кобылами, а темных с жеребцами. За редкими исключениями. Но сегодня не такая ситуация, сегодня у меня все в точности наоборот. Мой серый в яблоке перширон благородный вихрь жеребец. А купила я вот эту красавицу темную чародейку. Хотя вначале я тоже хотела купить жеребца, но в итоге подумала и решила, что это все-таки будет кобыла. Да посмотрите, какая знатная... Какая же ты красавица! Просто посмотрите на эту восхитительную масть, на эти копыта. Она просто божественная, у меня нет слов. Какая ты... Мощная! Она прям мощная и шикарная. Да, кстати, если кто не в курсе, то раньше у перширонов на пробел был глюк, а-ля прозрачная анимация позы лежа. Но этот глич убрали, и теперь на пробел нету никакого зависания и никакой анимации. Так, я сейчас переоденусь, и мы пойдем посмотрим быстренько прически для этой красотки. Итак, я переоделась, и надо сказать, этой девочке идут бордовые оттенки. Что я думаю по ощущениям? По ощущениям лично мне эта кобыла, в моем случае, ощущается намного крупнее, намного больше, чем ее собрат жеребец серый в яблоках, который стоит у меня в конюшне. Действительно, по сравнению с ним, за счет как-то, наверное, темного оттенка масти, она кажется больше. Хотя, по идее... Ой, слегка подлагиваю. Хотя, чаще всего, вроде как, черный цвет он стройнит, а белый наоборот. Но почему-то, вот я посмотрела на эту парочку, стоящую рядом у меня в конюшне, все-таки она как-то по ощущениям кажется больше. Да, мы поехали по самым камням. Очень красивая, элегантная, ровно прям такая же, как и, собственно, остальные першироны. Но что касается масти, я просто в восторге. Она мне очень сильно нравится. Здесь сочетание таких цветов, которые мне отдаленно напоминают зюню, мою зюню. Вот, поэтому, наверное, собственно, меня и вызывает эта лошадь такие приятные ассоциации. Да, у меня, как всегда, все лагает. В самый непроходящий момент. В общем, лошадка классная. И, если честно, я даже не знаю, хочу ли я ей менять гриву. Если бы я купила вороного перширона, то там точно я бы сделала какую-то прическу. В плане шишечек или косы. Ну, наверное, вороному бы я сделала шишечки. Я вообще заметила, что почти все мои вороные лошади постоянно ходят с шишками на голове. И я думаю, что это не есть хорошо. Хотя, по факту, у меня, насколько я помню, вороных лошадей-то и не так много. Я, если честно, сейчас даже задумываюсь, а сколько их по факту, не считая магических шаров. Я помню только одного вороного араба. Все, больше вороных... А, вороной мустанг. Все, больше вороных лошадей у себя в конюшне я не помню. Итак, мы доехали до Фергрови. Для меня это самая ближайшая остановка, в которой есть стилист, парикмахер. Да, заодно соберем бутылочку. Что же так сильно лагает? Не могу понять прям сильно. Очень сильно! Кошмар так сильно. Кстати, да, заметьте, уже першироны вышли, уже магических фризов добавили. И уже лохматики кажутся не такой новой лошадью. Но из-за того, что все катаются на перширонах, на выездковых лошадях, когда я вижу людей на лохматиках, мне, если честно, я удивляюсь каждый раз. Я забываю немножко об их существовании. Даже иногда забываю, что у меня тоже есть уже как два магика... Ой, лохматика. Вот, так что... Милана Айсайд. У тебя очень классный конь. Хорошо вам покататься. Так. Что тут у нас? Во-первых, надо одеть подковы и эти выкинуть. Да, я уже говорила, наверное, а может и нет. Я выкидываю теперь нулевые подконы, чтобы не терять хорошие. Итак. Ой, высокомерная ты моя моська. Да, у меня вот этот взгляд вечно высокомерен. Напоминает. На ней очень хорошо смотрится короткая стрижка. Очень, кстати, очень даже мне нравится. Ну, давайте продолжим. Шишечки. Получается, с шишками она как-то выглядит... Я сказала бы спортивно. Я думаю, она будет как-то более рабочей выглядеть. А нет, именно с шишечками она как-то именно по-спортивному выглядит. Дальше у нас идет закалывает стрижечка. Ну, а-ля, такой деревенский тяжик. Я эту стрижку на ней воспринимаю. Так, голову подними, пожалуйста. Подними, пожалуйста, голову. Подними, спасибо. Дальше вот такая грива. То есть, по сути, это уже обросший деревенский тяжик, наверное. Я не знаю. И их фирменная прическа. И вторая это косички. Очень классный переход за градиентом в косичках к кончику каждой косы и к кончику основной косы. Также на челке тоже косичка с плавным градиентом, но еле заметным, в отличие от основной пряди волос. Хвост. Что там, кстати, с хвостом на косичках? Ну, тут ничего особенного. Ну, в принципе, просто почти одноцветный, однотонный такой хвостик с заплетенными косичкой в виде сердечка. Ну, да, все-таки хвостики это а-ля хвостик обросший тяжик, просто тяжик. Ну, кстати, мне нравится, что хвост почти не меняется. Хотя вот, когда шишечки, я бы его расчесала как-то побольше. Да, ну, я так подумала, наверное, все-таки прическу я и менять не буду. Пусть эта красотка погуляет пока что так, в своем истинном обличии. Так что, пожалуй, на этом видео можно заканчивать. Уже завтра у нас будет новое обновление, в котором добавят нам скачки для определенных пород лошадей. Я не помню, писали ли нам в обновлении, каким именно лошадям. Или просто узнаем уже завтра, что да как нам добавят. Так что, на этом, пожалуй, все. Я сделаю быстренько фотографию на обои данного видосика. И все, на этом видео подошло к концу. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хороших вам вечеров. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова